Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! 18 июля – день памяти преподобного Сергия Радонежского. Это воспоминания обретения его честных мощей. Владыка, почему преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, а основанную им Троицу Сергиеву Лавру – сердцем России? Действительно, преподобный Сергий – это совершенно удивительное явление в истории России и Русской Церкви. В нем как бы сфокусировалось все достоинства монашеской, отшельнической жизни. Будучи обычным сначала послушником, он ушел, как и уходили большая часть монахов-пустынников, в непроходимые леса, дебри, для того, чтобы там наедине с Богом спасать свою душу. Он ушел в дремучий лес на горе Маковец, там, где сейчас Троица Сергия Лавра, там не было ничего. Расчистил небольшой участок леса, срубил себе крохотную келийку, а потом поставил небольшую церковь в честь живоначальной Троицы. Сначала он жил там с братом Стефаном, потом Стефан не выдержал тяжелой жизни в этой пустыне. В России пустынями называли густые леса. Немножко не то, что в Палестине и на Среднем Востоке. И преподобный продолжал жить один какое-то время, потом к нему постепенно начали приходить братья, собралось братство, оно было небольшим. При его жизни не превышало 12 человек. Они расчистили еще часть вот этой горы, ее вершины, поставили несколько келей, разбили огороды. Все, в общем-то, очень похоже. Десятки и сотни таких вот пустынников жило по всем нашим пустыням нашего севера. Это и Архангельские, и Каргопольские, и Вологодские, и Ярославские леса, Костромские. Недаром вот этот русский север даже называют Северной Фиваидой. Фиваида – это местность Египта, недалеко от Фив, где начиналось общежительное монашество. И вся аскетическая литература написана именно там, об этих местах и тех людях, которые там жили. Вот Северная Фиваида, и у нас называют наши северные места. И там жило очень много подвижников. И примерно у всех их жизнь строилась по такому одному образцу. Но преподобный Сергий как-то вот получилось так, что он оказался, наверное, не просто символом русского монашества, ангелом-хранителем всей русской земли. Он очень быстро стал известен в самых различных кругах тогдашнего общества. И вот в эту пустыню к нему начали идти люди. Как и всегда это бывает, монахи уходят от мира, и если при этом они реализуют себя и становятся действительно подвижниками, мир идет за ними. Так, был заселен весь наш русский север вокруг этих монастырей, собирались посады, потом города. И таким образом монастыри, которые были когда-то пустынными, становились такими вот форпостами и центрами цивилизации. К преподобному шли все – и крестьяне из окрестных сел, и бояре, и, наконец-то, великие князья. Он стал известен своей, во-первых, очень глубокой и подлинной монашеской жизнью. Своей рассудительностью и готовностью выслушать каждого приходящего к нему, дать ему полезное наставление. Но и самое главное – просто показать. Ведь христианству не столько нужно учиться на словах, сколько видеть его. Вот он сумел в своем небольшом монастыре общежительном создать такой образ евангельской жизни, когда люди действительно братья друг к другу и действительно живут согласно евангельским заповедям. Это наглядное свидетельство того, что Евангелие исполнимо, и жизнь во Христе по-настоящему возможна, это всегда производит совершенно ошеломляющее впечатление на всех людей. И раньше производило, и сейчас производит, и будет производить дальше. И вот к преподобному, как я уже сказал, шло множество народа. Он был таким очень близок к князю Дмитрию Донскому. Мы знаем известный эпизод о том, что он благословил его на Куликовскую битву, благословил двух монахов из своего монастыря, бывших воинов Пересвета и Аслябе. И так вот постепенно, уже даже после кончины преподобного Сергия, при жизни он обладал непререкаемым авторитетом. И известны многие случаи, когда он вмешивался в какие-то даже мирские дела, пытаясь примирить между собой князей, враждовавших, как правило, между собой, остановить братоубийственные какие-то кровопролития. Князь Дмитрий очень хотел, чтобы после кончины митрополита московского Алексия преподобный Сергий стал бы московским митрополитом, вызывал его к себе, приглашал, уговаривал. Тот категорически отказывался, отказался. И сказал ему такие замечательные слова, «Как я от юности не был златоносцем, не стану им из старости». И пригрозил князю, что если он будет наставить, то он уйдет еще дальше куда-то в леса, и больше он его не увидит. Тогда князь отступился от этого. Но так получилось, что образ преподобного Сергия как-то оказался необыкновенно близок всему русскому народу. Всегда. После смерти сразу началось его почитание. Он вскоре был причислен к лику святых. Монастырь его рос, расширялся, был местом паломничества многих людей. Начиная от великих князей, потом царей, императоров, императриц. Все русские государи, начиная с Дмитрия Донского, обязательно бывали, паломничали в Троице Сергиево. Снял монастырь, потом в Лавру. После коронации обычно в Успенском соборе Московского Кремля все императоры и императрицы шли до Елизаветы Петровны, пешком шли в Троице Сергиево-Лавру. Поклониться мощам преподобного Сергия. И обитель Сергиево была теснейшим образом связана с историей России. Это и Смутное время, это осада ее поляками, Диулинский мир, это и Петр Первый, который от своей сестры царевны Софьи бежал в Троице Сергиево-Лавру, и фактически там начал управлять страной. Это и более поздние события. Лавра действительно сердце России, историческое сердце Московской Руси и Великой России. Так было, так есть. И слава Богу, что лампада над мощами преподобного Сергия хоть и была погашена в 1918 году, но вскоре опять зажглась. Интересно, мы все те, кто учил историю советского государства, знают, есть такая вещь, они всегда говорили нам в школе о том, что первым декретом советской власти был какой декрет? О мире. Петрический мир, декрет о мире, это всегда говорили о том, что это вот как бы, ну, такое вот свидетельство того, какая пришла она, конечно, хорошая власть. Второй декрет был декрет о закрытии Троицы Сергиевой Лавры. В начале 1918 года. Большевики понимали, что это сердце России, той России, которая была им ненавистна, той Россию, которую они пришли уничтожить. И они попытались это сделать. Но в 1946 году она была вновь открыта. И вот с тех пор продолжает оставаться вот таким вот местом, святым для каждого русского человека, для каждого христианина. Да, но вот Сергий Радонежский не оставил после себя ни книг, ни поучений, но в то же время его почитают уже 7 веков. – Чему надо учиться современному человеку от преподобного? – Ну, преподобный Сергий оставил одно поучение, начинающееся словами «Внимайте себе, братья». Поучение к своим монахам, которое было записано накануне его кончины. Это как бы его завещание, братья. Оно не представляет из себя чего-то. Особенно это обычное монашеское поучение, которое можно прочитать и в других каких-то, в аскетической литературе, монашеской литературе. Вот это и есть особенность христианства, и особенность подвига аскетического в том, что христианство не доказуется, а показуется. Такое есть выражение. Вот преподобный Сергий своей жизнью показал возможность исполнения Евангелия на деле. Это не просто такая старинная книга, в которой написаны всякие хорошие вещи, за всё хорошее и против всего плохого. А это то, что можно исполнить на деле. Он исполнил это на глазах у всей тогдашней России. Это совершенно ошеломляющее впечатление произвело на его современников. И вот это впечатление происходит сейчас. Ну и потом, понимаете, в чём дело? Мы люди верующие, мы верим в то, что и после смерти святые молятся о нас. Мы его недаром называли игуменом русской земли, но, во-первых, ещё формально, потому что огромное количество его учеников стали основателями множества монастырей. Как бы действительно из одного вот такого гнезда вышло множество будущих подвижников. Это совершенно замечательные имена и в русской церковной, и гражданской истории. И он действительно и формально был, можно сказать, игуменом русской земли. Но мы верим, что он и после смерти молится. Так же, как он молился, переживал, страдал, жил жизнью своих современников, так же и сегодня он живёт. И когда верующий человек приходит в Троицкий собор Троицы Сергея Лавры и молится преподобному у его гробницы, у раки с его мощами, то мы ощущаем эту связь так же, как ощущали её те люди, которые приходили к нему, когда он был живым ещё в Лавре. И сколько молитв отвечено им, сколько чудес по этим молитвам в жизни самых разных людей произошло за эти 600, почти 700 лет. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова